Любовь Когда секунды, проведённые вместе, длятся вечность. Любовь — это когда бабочки в животе, а на руках вот такие пупсики. Любовь — это такое чувство, которое пронизывает тебя с головы до пяток. И вот ты представляешь, какой будет следующая встреча с твоим любимым, а всё происходит совсем не так, а ты всё равно счастлив. Любовь — это когда Оуно очень любит мясо, но на ужин ест брокколи. Любовь — это магия. Ты вроде контролируешь процесс, смотришь за руками, а карта всё равно остаётся за твоим ушком. Я влюбляюсь каждый день. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Город ангелов. 17 миллионов ангелов и почти все приезжие. Тут как будто невозможно родиться, только приехать. Сейчас 7 утра и миллионов в пять лежат без сна в своих постелях и думают, как продлить визу. Тут миллионы три актёров и примерно столько же официантов. И да, это одни и те же люди. Тут у каждого таксиста есть гениальный сценарий. Тут почти все счастливы. И даже если нет денег, нет работы и кончается виза, у всех есть надежда. Что вот сегодня будет удачное прослушивание. Что в лифте попадётся продюсер, который купит сценарий. Что найдётся инвестор для стартапа. У всех есть надежда. Почти у всех. У меня нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 за гнилые помидоры, то где-нибудь в Египте муж бьет жену за то, что она холодными руками ему носки одевает. Равновесие. Ты серьезно? Не, ну не в смысле, что это равноценно бить жену и пилить за гнилой помидор. Просто, на мой взгляд, существует какой-то баланс добра и зла. То есть, когда один разумный человек другому разумному человеку одевает носки холодными руками. Это добро или зло? Равновесие. Баланс. Хрень все это. Она выдумывает, потому что не могут признать, что все это хрень. Ни один человек не способен признать того, что ничего из себя не представляет, что жизнь свою профукал. Что жену или мужа не того выбрал. И не может развестись, потому что это все равно, что признать свое поражение. И вот они ходят, мучаются, гнилые помидоры жрут, носки себе холодными руками одевают. Выдуман какой-то баланс добра и зла. Раньше надо было думать. Ну а с ним-то что не так? Слишком серьезным. Талантливый, но слишком серьезный. Люди не любят слишком серьезных. Ну, значит, не заработает много денег. Добавил субтитры. Иди сюда. Спасибо за просмотр! Спасибо! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Нет! Если я тебе его расскажу, то он уже не сработает! Ну пожалуйста! После всех этих предисловий он точно уже не прокатит! Вот на что ты вообще рассчитываешь с таким настроем? То не расскажу, предисловия тебе не те! А давай я угощу тебя завтраком! Познавать для завтрака! А я и не про сегодня! Я про завтрашнее утро! Это был твой приём? Ну да! А что? И что, вот он реально такой безотказный? Ну я не люблю хвастаться, но вообще, по-моему, мне не отказывали! И как часто ты его применял? Достаточно! И как давно это было в последний раз? Давно! Так давно, когда ты ещё был обаятельным парнем? Сейчас уже обидно, хватит! Нет! Так дело не пойдёт! Совсем ты от рук отбился! Как на свиданиях бывает, ты не помнишь! Как девушку к себе пригласить, ты не знаешь! Нет! Обойдёшься без завтрака! Тсс! Секундочку! Ты сейчас намекаешь на то, чтобы я позвал тебя на настоящее свидание, а? Ты вот сейчас серьёзно меня спрашиваешь о том, на что я тебе намекаю? Это скучно! А телефон хоть дашь? Зачем? Да. Спасибо. Продолжение следует... 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 Да, и с того детства, в котором дети по ночам пялились на ковер. А ты помнишь, какую роль в жизни советского ребенка играла палка? Обычно деревянная палка была и нунчаки, и меч, и автомат, и все, что угодно. Палка, обычная палка о воспоминании. Слушай, а если бы у тебя была машина времени, например? Куда бы ты отправился? Я бы? Да. Нью-Йорк. Нью-Йорк 70-х. Да, я бы познакомился там обязательно со Скорсезе, с Де Палмо, я бы смотрел. Вот реально, я бы, чтобы посмотреть, насколько крутое кино они сделают. Настоящее кино, понимаешь, без всякой чепухи вроде спецэффектов. Вот это круто. Правда. А ты? Ты знаешь, я бы прыгнула к тебе в машину времени, высадила бы тебя в 70-х, а сама отправилась бы в гастрольный тур с Битлз. Да. Потом полетела бы в Россию, поэтом Серебряного века. А дальше я бы полетела в 70-е, нашла бы Марлона Брандо и переспала бы с ним. Была не была. Да? А что он, красавчик? Так, хватит. А если бы ты мог отправиться в свое собственное прошлое, куда бы ты отправился? Детство. Квартиру бабушки и дедушки. Папа лежит, смотрит телевизор на диване. Мама укрывает его пледом, дедушка сидит там в кресле, бабушка сидит там на кухне. Я к ним прибегаю, тоже ложусь. Закрываю глаза и, знаешь, все такие молодые, счастливые и живые. Мама укрывает его пледом, дедушка сидит там на кухне. Ну, как тебе первое свидание? Вот у них первое свидание. Да не. Точно тебе говорю. Сходили в кино, потом в ресторан, потом погуляли, пришли в кафе за кофе. И вот тот момент истины. Отсюда они поедут либо к нему, либо к ней, либо разъедутся по разные стороны. Она к нему точно не поедет. Почему? Ну, будешь посмотри на нее. Посмотри. Сидит такой индюк напущенный, сидит наверняка очень серьезно, втирает ей какую-то дичь. Типа, о чем был фильм, на который они только что пошли. Она его даже не слушает. Вот, 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 и я об этом. Она смотрит ему на губы и такая, когда же он заткнется? Нет, нет, такая. А у меня дома остались макароны? Или заехать в магазин, купить еще? Понимаешь? А мне реальная любовь нравится. Нет, ну ты понимаешь, это потому что этот фильм специально сделан так, для того, чтобы вызывать у людей такие эмоции. Это ж ты плохо, что ли? Не то, чтобы плохо, просто это фильм такой, понимаешь? Он как бы провоцирует нас, толкает на то, чтобы мы чувствовали... Подожди, а... Что ты имеешь против реальной любви? Ну, а, в смысле я? Да ничего, нормально девчачье кино. Почему это оно, девчачье? Ну, любовь, морковь, хью-грант. Между нами ничего не может быть общего. Это почему? Потому что ты делишь кино на девчачье и не девчачье. Просто... Реально, любовь, ну... Это кино, оно как бы... Толкает на те эмоции, которые принято считать женскими. И все. То есть, любовь, по-твоему, чисто женское чувство? Нет, просто... Ну, просто это вот романтичность, сентиментальность, это все... То есть, мужчина не может быть сентиментальным и романтичным. Ну, разве я так сказал? Ну, а что тогда? Да просто девчачье кино, и все. Я сейчас уйду. Да хватит, все, извини. Что? Ну, я не знаю, за что. Ну, ты вроде обиделся, я вроде извинился. Не знаю. Отличное первое свидание. Ну, правда, извини. Правда. И, кстати, через пару минут они встанут, поедут к ней, потрахаются разок, после чего она попросит его остаться, он скажет, что не может, потому что ему рано вставать, и уедет, и больше никогда не возьмет трубку. Все это время она его даже не слушала, а думала о том, какой у него классный голос, и наверняка какой классный член. У нее уже полгода не было секса, и абсолютно все равно, что он говорит, про кино, про ресторан и про все остальное, знаешь? Знаешь, мне на самом деле всегда поражало то, как мужчины распускают хвост для того, чтобы произвести впечатление. Ведь по сути, не будь ты козлом, а просто пригласи. На самом деле, вся проблема в женщинах. Реально. Вы все усложняете. Объясню. Представь себе идеальный мир, параллельную реальность, в которой ты можешь спокойно подойти к незнакомцу и сказать. Извините, сэр, не хотели бы заняться со мной сексом? Ни один мужчина не откажется, вот ни один, я тебя уверяю. Мы в принципе не так устроены, нам плевать, с кем спать, мы неразборчивы. Приятно знать. Ну, я не то имел в виду, но ты понимаешь. Прости. А давай проверим. А давай. Хочешь заняться сексом со мной? Прости, милаха, я веган. А я с мамой живу. А я тоже с его мамой живу. А у тебя деньги есть? А у меня уже есть парень. Ну, ладно. Один миф развеян. Да. Уж. Посмотрим, что это за лучшая итальянская кухня в Лос-Ангельсе. Спасибо. Спасибо. А кто сказал, что она лучше? Интернет. О, ну тогда можно верить. Как тебе? Переварено. В ум, отлично. Это не аль денте. Чего? Аль денте. Спагетти должны быть твердыми посередине. Не должны. Нет. По правилам. О, Боже. Для всего у тебя есть правило. Для свидания, для спагетти. Ты с кучей живешь. Слушай, в итальянской кухне не так очень много правил. Потому что спагетти можно приготовить правильно. Ты чего? Ты меня убедил. Эй. Мой парень не так счастлива с спагетти. Я извиняюсь, что это слышно. Нет, я не могу. Спасибо. Ну, в самом деле, это. Это спагетти уже не overcooked. Я очень извиняюсь. Поехали. Нет, это все хорошо. Это место должно быть лучшим итальянским рестораном в Лею, внести в интернет. Не так что. Ты сам сказал? В любом случае, мы не будем оставаться здесь, если мы не будем готовить спагетти правильно. Я извиняюсь, что это слышно. Полдан, ты чего вытворяешь? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на переваренный из пагетти. Ты знаешь что? Ты все же решил устроить скандал? Нет, тут ты прекрасно справляешься. Пол ресторана на нас оглядывается. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как это было проблем? Спагетти уже не overcooked. Я думаю, что я могу делать лучше, чем ты. О, ну, хорошая счастье. Поехали! 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 Ну, как? Ты лупитрицу хотел, да? Я? Не я начал всю эту телевую пить. Это лучшие макароны в моей жизни! Ой, так вкусно! You put that sunshine in the day It feels like I just won the lottery But I never bought a ticket now, don't you see? You put that sunshine in the day Мама? Нет. Помнишь, ты говорила, каким должно быть идеальное свидание? Ну что, надо волноваться, там это. Вот я волновался. Я сегодня рубашку раз пять поменял, цветы, покупал воздушные шары эти. И вот внезапно снизошло на меня озарение. Это был не я. А кто? Это была улучшенная версия меня, то есть такой я, каким ты хотела меня увидеть, понимаешь? Тогда ты слабо представляешь то, каким бы я хотела тебя видеть. В этом вся проблема. В этом вся проблема женщин, понимаешь? Откуда мне знать, каким ты хочешь меня видеть? Мне что, остается только на стереотипы полагаться, понимаешь? Стереотипы. Вообще не только я. Любому другому мужчине откуда знать, каким нам надо быть, чтобы девушка захотела пойти с нами на свидание. Скажи. Откуда? Из кино. Из книжек, из песен. Из рассказов других чуваков, которые якобы очень круто сходили на свидание, но они врут. Они никогда не говорят, никто не рассказывает, как они потели, как они хотели в туалет, но терпели, чтобы не опростоволоситься, понимаете? И ведь они тоже смотрели кино. А в кино на идеальных свиданиях в туалет никто не ходит. Никогда. И тема у них для разговора бесконечна, никогда не заканчивается. И всегда происходит какой-нибудь очень удобный случай, знаешь? Типа, ну, спасение котенка, чтобы проявить себя с наилучшей стороны. И вот что я понял, что первое свидание, настоящее первое свидание, это самая ненастоящая штука, которая только может быть. Я ненастоящий, ты ненастоящая. Наши с тобой ожидания, представления, все ненастоящее. Ну, тогда нам нужно попробовать еще. 1, 2, 3, GO! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Мне кажется, любовь — это такое понятие, которое с годами меняется. Когда мы молодые, у нас эти бабочки в животе, страсти. Мы думаем, что вот это любовь. Когда к человеку тянет просто бесконечно. А потом взрослеешь и понимаешь, что любовь — это скорее спокойствие. И хочется уже быть с человеком, с которым тебе по жизни будет комфортно. Что такое любовь? Любовь — это длинный пароль в телефоне. Любовь — это когда в улыбающихся вам мужчины, вы всегда находите его черты. Любовь — это когда тебе дают денег взаймы. Любовь — это дети. Короче, любовь — это дети, Марк. Любови — это дети, Марк. Любовь — это дети, Марк. Любовь — это дети. Субтитры делал DimaTorzok По-моему, у нас перебор с кофе Нормально Круто выглядишь Спасибо Может, купим тебе рубашку? Купить каждый может Пойдем Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну и что? А это мужское Знаешь, я тут думал насчет мифа И что? Ну что мужикам в принципе все равно С кем трахаться И что придумал? Вообще вся эта индустрия отношения обманчиво Ну построено на этих мифах, что мы используем женщину, а замуж не зовем Не знаю, я никогда на такое не жаловалась Ну, ты вообще уникур А давай проверим Нет Нет Да! Нет, нет О, да! Эй! Выйдешь за меня? Я уже замужем Сколько у тебя подписчиков в инстаграме? А у тебя квартира есть? Ну будет американский паспорт Звони А ты точно продюсер? Я еще никогда не была с мужчиной А ты храпишь по ночам? Надеюсь, ты еврей Вот видишь Как только предлагаешь девушке выйти замуж Она находит миллион причин, чтобы отказаться Пошли Уедешь, пошли Я когда только приехала Я питалась в этой столовой Угу У меня вообще не было денег А она в том магазине Я украла футболку Просто я стояла в очереди в этой столовой За едой Меня какой-то бомж облил супом Он был очень жирный Я не смогла отстарать пятно В общем Пошла в этот магазин Купила самую дешевую футболку А когда уходила Увидела такую красивую футболку И такую дорогую И я так расплакалась Потому что я просто не могу ей себе позволить Вот взяла и украла Правда потом Через пару месяцев Когда я устроилась на работу Появились какие-то деньги Я вернулась в магазин Позвала менеджера и сказала Я тут у вас футболку украла Пару месяцев назад Хочу за ней денег вернуть Знаешь, что он сделал? Он вызвал полицию И мне влепили штраф И я опять разрыталась Не, ну обидно мне Ну да Но я же хотела По-честному Чтоб как-то по-нормальному все было Вкусно? Не очень Да ладно Да ладно Возьми Перезвоню Мама? Незнакомый номер Возьми Вдруг это твоя судьба Что ж такое? Какая-то бабка Ничего не понял Здорово Здорово Можем я помочь тебе? Нет, я его мужа Ага Ага Ааа Друзья нужна такси? Окей Мы будем там В 15 минутах До свидания Поехали Поехали Куда? Эта милая женщина Кажется ошиблась На одну цифру Когда записывала номер таксиста Нужно помочь Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 And it's been too long since I visited my husband No You need to find someone else I did But I'm still alone for 10 years Thank you Thank you Пойдем Пойдем Чего ты боишься? Высоты? Высоты? Ты же знаешь Ты боишься упасть? Знаешь, есть такая штука, притяжение бездны называется. Вот стоишь высоко, смотришь вниз и... Как это объяснить? Ты как будто хочешь прыгнуть, нырнуть. Ты все понимаешь, что разобьешься, умрешь, но ощущение, что ноги тебя уже не удержат. Ты как будто воли лишаешься. Вот для меня это самое страшное. Перестать себя контролировать. Но ведь это бывает так приятно, перестать себя контролировать. Ну да. Это иногда так... Выматывает? Но это еще и очень плохо для меня. Когда я не контролирую то, что говорю и что делаю. Но при этом ты постоянно говоришь не то, что хочешь сказать. Да. И это мучительно. Ты даже не представляешь. Ну почему же представляю? А я боюсь одиночества. Ну не в том смысле одиночества, когда у тебя никого нет и тебе в старости просто некому будет сакан воды падать. Нет. Я боюсь одиночества прямо здесь и сейчас. Что вот вдруг мне что-то взбредет в голову и просто некому меня будет остановить. Ну вот как у тебя с высотой. Вдруг я захочу сейчас взять и прыгнуть. А со мной никого рядом не будет, кто сможет меня удержать. Я удержу. А давай напишем послание потомкам. Каким? Да какая разница. Любым. Дорогие потомки. Почему на русском? Пиши на английском. Да хрен с ним. Пишут вам Гамлет и Джульетта. У Гамлета была Офелия. А зануда. Гамлет и Джульетта. Никогда не берите чужого. Никогда. И никогда не отвергайте человека, который пришел извиниться. Напишешь что-нибудь? «Она, я называю ей спокойно». установил никому маму. Водяк Субтитры сделал DimaTorzok Пошли! Погоди, нет, одежду из магазина я еще пойму, но яхту украсть. Ты серьезно? Расслабься, это яхта моего друга. Какого еще друга? Патрика. Ну, правда, смотри, у меня есть ключ. Добро пожаловать. Патрика. Ты Китов когда-нибудь видел? Нет. Серьезно? Ты живешь в океан и никогда не видел китов? Угу. Поплыли. Ты что, совсем, что ли? А ты еще не понял? Держись! Ничего не выйдет. Ты о чем? Обо всем. Вообще ничего не получится. А с чего ты это взяла? Киты не приплыли. Ну, слушай, мало ли у них дел. Детей из школы забрать, на йогу сходить, китиную. Китовую. Что? Между прочим, ты проиграл. А? Что проиграл? Во что проиграл? Мы с друзьями так играем, кто больше вещей сворует. И ты проиграл. Ну так, на секундочку, я даже не знал, что играю. Ты вообще ничего не знаешь. Ты даже не знаешь, что ты проиграл. И что же? Переодевайся. Это же девчачья. И что? По-твоему, девчачью одежду носить обидно или быть женщиной, это унизительно? Ты прекрасно понимаешь, что я вообще не этой, миловикой. Но просто это как минимум не мало. Одевай. Одевай. Как, а? Да. Ты похож на греческую богиню. Спасибо. Спасибо. Меня, кстати, Наташа зовут. Значит, это все-таки повод для знакомства? Нет. Просто я убедилась в том, что ты нормальный парень. Я Мика. Серьезно? Угу. Мне кажется, ты больше похож на Мануэля. Или Хуана. Да. Ты, кстати, кино хотел посмотреть? Что-нибудь новенькое из Оскаровской программы. Да, да. Ну, давай, из Оскароносной, посмотрим. Так это счастарею. Тихо, тихо. Это мой любимый сын. Тихо, тихо, тихо. Что-то вьется перед нами. Это я сижу. Чего ты еще боишься? Ну, кроме высоты. В детстве я ненавидел капусту. И как-то раз бабушка пекла пирожки, я стошил один, думал, с картошкой. Откусил, а там капуста. С тех пор я боюсь пирожков. Всегда надламываю, прежде чем попробовать. А ты? Мне кажется, ты вообще ничего не боишься. Ну, неизбежно бояться глупого. То, что можно избежать, можно избежать. Чего бояться? А будущего? Старости? Ну, старость неизбежно понятна мне. Я как представлю, что однажды проснусь, и мне шестьдесят. Шестьдесят. И у меня семья, дети. Дети живут совершенно другой жизнью. Они не звонят и трубку не берут. Как я сейчас, когда мама звонит. А рядом лежит старушка. А ведь я молодой. И вот куда деваться? Ты ответственности боишься, а не старости. Значит, мне кажется, мы в молодости редко задумываемся о старости. И вообще о будущем. Наши представления, они никогда ни с чем не соответствуют. Ну, там, условно, дом, семья, дети. Там, я смотрю на своих детей и понимаю, что они счастливы. Они лучше меня. Значит, я молодец. Значит, я правильную жизнь прожил. А потом ты понимаешь, что все это невозможно. А может, и возможно. Но ведь жизнь нам такая, она вечно норовит тебя другой дорогой повезти. А ты, как ты представляешь себе свою старость? И я об этом не думала. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чёрт! Что? Чёрт! Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Извини, я тебе потом все объясню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Which means that you don't have cancer. You're fine. This is actually great news. Yes, doctor. 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 Well, just simply... Yes, doctor. Yes, doctor. Thank you. Have a good day. Продолжение следует... Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Город ангелов Город, в котором у каждого есть надежда Счастливый город, полный несчастных людей Говорят, в мире есть равновесие И если кто-то ищет счастье, значит кто-то его уже нашел Не бывает случайных встреч Ведь даже прохожие, которые попали на ваши фотографии, оказались там не случайны Много чего говорят Имеет значение то, во что ты из этого веришь В то, что дает надежду Или в то, что ее отнимает Я пробовала жить без надежды Хватит с меня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Можно извиняться? А я не собираюсь. Я нарочно Чтобы внимание твое привлечь Привлек? А как ты поняла, что я из России? Ты знаешь У людей по-разному развиваются мышцы лица В зависимости от того, какой язык у них был родной Пойдем мы себе кофе мы еще А ты высоты боишься? Любовь Любовь это Такая большая-большая энергия Которую хочется дарить И получать Любовь это слово, которым выражают свое чувство Но не всякое чувство Есть любовь Любовь это когда любишь недостатки человека Настолько же, насколько его достоинства Любовь это облако Существует А потрогать нельзя Любовь Это моя мама с папой Любовь Любовь это такая сила, которая помогает Как бы находить такие неизведанные частички своей души И открывать что-то новое Такие двери открываются, что О чем ты никогда не подозревал Любовь это он Любовь это ты Любовь это мы Любовь это и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова